Актёр Роман Маякин молот, талантлив, амбициозен. Он сумел доказать режиссёрам, что ему под силу любой образ. В копилке его ролей есть следователь, наркоман, агент по недвижимости байки. Если ему нравится сценарий, то он готов работать, что называется, до седьмого пота. До марта 2019 года все считали Романа Маякина примерным семьянином, любящим мужем и заботливым папой. Но он разочаровал своих поклонников, написав на своей странице в инстаграм, что уже год как разведён. Первые серьёзные отношения у Романа Маякина были с коллегой по театру. Её имя он не называет, но говорит, что их семейная жизнь не отличалась от театральной. Это продолжалось до тех пор, пока ему не надоело. Они расстались. Женщиной по имени Елена он познакомился с лёгкой руки, своей родственницей. В то время Елена была в браке, растила троих детей, но ушла от мужа к Роману. Они расписались, вскоре появился совместный ребёнок с сыном Мишей. В семье подрастало четверо детей, два мальчика и две девочки. У них собственный дом недалеко от Ногинска. Елена владеет небольшим бизнесом, дети посещают музыкальную школу. Роман в своё время даже шутил, что уже можно создавать свою музыкальную группу. Младший сын серьёзно занимается спортом. Что послужило причиной развода, пока неизвестно. Но может быть слухи о его романе с Анфисой Черных, с которой он познакомился на съёмках последнего героя. Однако молодые люди опровергают данные сплетни. В 2020 году у Маякина произошли перемены в личной жизни. В начале февраля на светском мероприятии он был замечен с очаровательной незнакомкой. Выяснилось, что девушку зовут София Коффман. Она работает в сфере пиара и не имела никакого отношения к шоу-бизнесу. Пара много времени проводила вместе, путешествовала, а в одном из интервью актёр и вовсе заявил, что задумывается о свадьбе.